здравствуйте друзья у нас такой необычный сегодня симпозиум онлайн значит срочный вопрос поэтому я срочно на него отвечаю что получается у нас есть алексей который давний подписчик вот он пишет мы сейчас находимся в городе шарлот планировали тут оставаться пока мы приехали неделю назад из новосибирска нам требуется ваша помощь не финансовая психологическая административная отрезвите ум объясняю ситуацию мы приехали неделю назад нью-йорк мы готовились к другому миру в другой стране но возникла проблема мы приехали и не ощущаем себя как часть этого мира поясню мы не часто бывали за границей последний раз были в честь чехия нами воспринималась как родная страна все-таки бывший ссср ну не бывший ссср конечно но бывший соцлагерь да не было ощущения чужого мира люди эмоции восприятие мира все более один более меня одинаково и это восприятие началось сразу после выхода из аэропорта в город ну да они жили в новосибирске что есть большой город приехали может быть в прагу что есть большой город так хорошо в америке приехав нью-йорк мы испытывали противоречивые чувства город не понравился совсем это со многими случается говорят постоянно что нью-йорк это не америка там какое-то совсем другое место такой специфически отличающиеся от остальной америки так москва там скажем не вся россия и так далее ну да и ощущать себя своим там не было никакой возможности так как белое зернышко в черном рисе плюс абсолютно другие стандарты жизни до мельчайших нюансов ну да так что же да социальная жизнь мягко говоря отличается на улицах нет людей все передвигаются на машинах и никогда не встречаются то есть дом машина работа машина дом или дом машина магазин машина дом это я веду речь о пересечении незнакомых людей у нас все таки люди хоть и менее общительные но ощущение что ты живешь среди людей они среди машин более ярко выражена чем тут в результате возникла дилемма оставаться или нет значит здесь люди гораздо больше передвигаются на автомобилях чем в новосибирске и вообще может быть в российской федерации и чего образ жизни такой значит если хочется с незнакомыми пообщаться идете в большой шоппинг мол там вот все люди незнакомые ходит их там масса пожалуйста вот можете с ними там пересечься если если зачем-то это нужно я я бы сказал что я со временем увидел большие преимущества в том чтобы вот как раз так вот раз и ни с кем не встречался хотя действительно не хватало первое время не хватало толпы вот я в москве привык там взять там день в подземном переходе там идешь там растолкаешь всех или там вагон метро там втиснуться здесь некого растолкать вообще людей нету думаешь как же как же жить да возникла дилемма оставаться или нет есть ностальгическая часть которая пройдет со временем но она и возникает со временем у вас ностальгически еще нету что там а есть психологическая зависимость от родины ситуация усугубляется тем что у нас нет времени тут пожить подольше в этом самом в шарлотте да это не дешево в гостинице а снимать жилье на пару недель невозможно сыну в школу либо тут в америке либо на родине нужно принимать решение очень сложно на завтра взяли билеты обратно и задумались может стоило взять билеты чтобы задуматься в чем мы ошибаемся времени мало прошло пока тут чтобы вы сделали на моем месте или чтобы не сделали точно прошу по возможности ответить в начале завтрашнего стрима который начнется за пять часов до нашего самолета почему я сегодня еду в сан-франциско вот мы сейчас со святой соберемся поедем я в офис приду вечером поэтому я уже сейчас сделаю видео до нашего ухода значит изначально мы упираемся в то что люди не были готовы к тому что они увидят и мне например это даже странно уже когда алексей говорит что он является нашим подписчиком давним подписчиком так меня все спрашивают а где люди вот я еду на машине и вот как вот это вот часть что людей особо нет мне кажется у нас так хорошо видно и я не очень понимаю почему это неожиданно ну да ну не то бывает бывает одно дело ты себе думаешь что так а потом когда ты физически начинаешь осизать это то самое о чем я все время говорю что люди сидят там где-то в компьютере там роется в них ощущение такое что они познали все ягода нет надо на месте быть на месте надо быть чтобы прочувствовать чтобы действительно вот ну ну как-то на себя примерить сложно на себя примерить вот так на расстоянии хотя люди разные значит если мы говорим об иммиграции то все-таки иммиграция это вещь долгосрочная играющая иммиграция это не не то что вот ты приехал и через две недели тебе стало вообще хоть что-то понятно для того чтобы понять что-то вы должны жить стране вы должны работать мало того что ребенка возьмут в школу ребенка возьмут в школу и а чё действительно вот снял квартиру пошел в школу но вы же должны работать потом ни слова не сказано о том какой статус у людей иммиграционный или они приехали с тем чтобы оставаться на политику подавать или они приехали у них есть green card и они смотрят где им там начата сесть значит пойти на работу и так далее но если ты не работаешь если ты не вошел ни в какую социальную тусовку мы все которые здесь живем ну может не все но у тех тоже порядком живут в таких местах где много народу там и тот же нью-йорк и и бостон и филадельфия и сан-франциско и лос-анджелес и там дэнвер и майами и сиэтл значит мы мы все уже обросли каким-то количеством людей вокруг нас и самая большая проблема из того что я видел составила в том что тебя вырывает из среди в которой ты привык и где у тебя как бы налажены связи и сильные и слабые микроскопические но тоже очень важны и и ты вдруг оказываешься как под оторваны от всей этой энергетики те все каналы тебя перерезала и вот ты тут сидишь вот поэтому это время это время насчет психологической зависимости от родины я думаю что психологически наверное я не меньше вашего зависимый психологически я там 35 лет прожил 34 с половиной и наверное я психологически зависимую сейчас конечно меньше там через 25 лет я наверное уже гораздо меньше зависимый но но все равно зависимый и и я вам скажу гораздо лучше психологически зависеть от родины находясь физически подальше знаете это так вот физическая зависимость хуже чем психологическая так так я думаю ностальгическая часть абсолютно к вам никак не относится вы и вы не у вас нет повода для ностальгии совершенно чего тут две недели значит вы просто вырваны из среды вы потерялись вы не знаете куда вы попали у вас нас не ностальгия вас тяга к понятному вам миру но вопрос чем или вы и libre иммигранты или вы не иммигранты если вы не иммигранты так очень удобно погуляли две недели поехали домой обычное дело расчёт ли вы иммигранты значит вы осваиваетесь на новом месте осваиваетесь на новом месте и нам конечно проще было у нас не было такого с одной мысли что что сейчас не понравилось, поедем обратно. У нас нельзя было обратно. Но это помогает, потому что ты мозгами сосредотачиваешься на том, как жить, а не как свалить отсюда. Или жить, или не жить, и где тебе было лучше. Вы на самом деле очень неподготовлены к эмиграции. Вы поехали куда-то без того, чтобы заранее завести знакомых. Вы же могли на форумах. И даже у нас на канале, ну на канале сложнее общаться, но, скажем, на том же форуме говорим про ЕС, там полно народу в Шарлотте. Я знаю там, наверное, человек 20, хотя там никогда в жизни не было. Но, понимаете, вы могли завести какой-то народ там, который бы вам отвечал на вопросы, создавал какой-то психологический комфорт. Вы бы видели путь какой-то. Вы сейчас не видите, что с вами будет завтра, и что с вами будет через 3 месяца, и через год, и через 10. Вообще ничего этого не видите. Поэтому для вас вопрос, что я тут делаю, очень актуален, потому что ответов на него нет. Ответа на него нет, потому что вы заранее не подготовились раз, и рядом с вами нет людей, и это тоже вы заранее не побеспокоились. Людей, которые могли бы, ну, что-то сказать, объяснить, вы могли бы посмотреть и так далее. Вы могли бы за эти 2 недели, мама родная, вы могли бы там побыть уже, побывать в 2-3-4 там семьях, например, если бы у вас знакомые были. Вы посмотрели бы, какие у них дома, какие смешные копейки они там стоят в этом Шарлотте. И вы бы сказали себе, мама родная, я там через год, ну, если есть грин карта, конечно, я через год могу себе такой дом купить. Понимаете, не напрягаясь там особо и так далее. Поэтому вот такая ситуация. Значит, еще раз, если бы я лучше понимал, не понимал, если бы я знал по факту, как вы там оказались и что у вас, собственно, там с, как называется, со статусом иммиграционным, вот, я бы гораздо точнее высказался, значит, но, в общем и в целом, значит, вы для себя определитесь, вот, что вообще ехали куда-то. Вы хотели в Прагу поехать? Поезжайте в Прагу, это для этого не нужно в Америку ехать, можно в Прагу просто так поехать. Есть иммиграция там в Чехию, пожалуйста, это делается. Вот, Америка другая, другая культура, здесь пешком так вот не ходят, то есть приезжают куда-то, где можно ходить пешком. Вот есть какие-то громадные там плазы, там много магазинов, развлекухи всякие, но туда надо приехать, туда надо приехать. Вот, а там уже ходят, хотя с другой стороны, такой город, как Нью-Йорк, например, или Бостон совершенно замечательный и так далее, там есть какой-то транспорт общественный, есть автобусы, есть там подземка, значит, кто-то проехал туда, в Нью-Йорке очень многие люди, у них вообще и машин-то нет, то есть вполне люди живут без машины, они при этом не по всему Нью-Йорку путешествуют, там где-то они гуляют там, где они живут, в той части Нью-Йорка, где они живут, а там на работу, значит, он сел там на транспорт и поехал. То есть я не знаю, что он вам там не понравился, но после Новосибирска тем более. Ну, во всяком случае, да, есть места. В Сан-Франциско очень многие люди не имеют машины, хотя я считаю, что это неудобно. Но для того, чтобы жить в городе, боже, там прекрасный транспорт общественный, прекрасный. Значит, и там, конечно, дорого все и так далее, но жить можно. Вот, поэтому я бы сказал, что вы определитесь с тем, зачем вы сюда попали. И в конечном счете, ну, если вы вернете сейчас обратно и захотите то же самое повторить, там через полгодик уже там более подготовленными, никакой проблемы нет, значит, это не трагично. Вот, то есть вы абсолютно ничего не теряете, вернувшись. В смысле перспектив эмиграции. Может быть, это вам поможет дома в спокойной обстановке осмыслить, сообразить там друг с другом, там, да, муж, жена, там, ребенок договориться, понять, что вы хотели вообще и зачем. Но, если вы хотите Чехию найти в Америке, ее здесь нет. Ее здесь нет. Другая страна. Вот, я не видел, чтобы американцы ехали в Чехию там именно жить. Но, скажем, чехов, которые здесь, я вижу. Наших соотечественников, которые жили в Чехии, в Венгрии, легализовались там и имели вид на жительство. В Испании, там, я не знаю, в Германии, которые едут в Америку, я вижу. Поэтому, так, что я могу сказать. Это ваш такой собственный вопрос, который вы должны для себя решить. Но я пока в ваших рассуждениях не увидел иммигрантов. Все-таки иммигранты – это люди, которые едут на новое место. И они не спрашивают себя, значит, как это произойдет. Они говорят, я едю на новое место, я буду обустраиваться там. Вот. А вы начинаете сравнивать с Чехией. И, конечно, тут коллапс такой получается. Вот. Ну, хорошо. Значит, я думаю, может, вам в Москву пока поехать. Так, тоже интересно. Место такое, значит, такая, такой этап. Знаете, пожили в одном месте, пожили в другом месте. Может, дальше проще будет. Я не знаю. Попробуйте в Москву переехать. Вам, может быть, там тоже будет не так комфортно. Я не знаю. Я видел много людей, которые в Москве обламываются и говорят, что невозможно там жить и так далее. Дело такое. Ладно. Я вам желаю успехов. И успех ваш определяется тем, что вы захотите. Если вы скажете себе, я хочу, у вас все получится. Если вы скажете себе, ну, его нафиг, значит, у вас тоже все получится, вы вернетесь домой. Все у вас будет замечательно. Счастливо.